Президент футбольного клуба «Эртыш» Сергей Новиков написал заявление об уходе со своего поста. Отставка грянула как гром среди ясного неба. Буквально две недели назад мэр города и председатель попечительского совета клуба Вячеслав Двораковский торжественно поздравлял команду с завоеванием серебряных медалей. Что же произошло? Из первых уст услышал Владимир Истомин. Как оказалось, яркой была только внешняя картинка. Внутри команды существовал конфликт. Вокруг игры, финансовых моментов не ладили футболисты, главные тренеры, руководство. Эти трения начали сказываться на результатах. Высшее руководство команды предложило Новикову покинуть свой пост. Внутренний конфликт между президентом футбольного клуба и главным тренером перешел на игроков. Вот поэтому было принято решение устранить вот эту проблему. Иначе, говоря, мы можем погубить команду. Команда будет раздергана, команда будет на разный интерес разрушена. И за самым коллектива не будет. Нынешний Иртыш – уникальная команда. Практически все игроки – воспитанники омского футбола. Треть футболистов в возрасте до 23 лет. Ставка на собственных воспитанников себя оправдала. Но переход из юношеского во взрослый футбол – сложный процесс. Здесь переформатирование команды все же дало трещину. По регламенту нынешнего первенства в каждом матче должен играть футболист с 1995 года рождения. По мнению главного тренера Иртыша Сергея Бойко, омские футболисты этого года не дотягивают до нужного уровня. Нам надо еще найти игрока 1995 года. Это обязательно. Просто обязательно. Иначе у нас проблемы будут огромные. По составу мы стали слабее, чем в том году. На сегодняшний день мы слабее относительно себя самих же на тот период времени. Как решится вопрос, узнаю в ближайшее время. Достойное финансирование также остается ахиллесовой пятой нашей команды. В перспективе, по словам главы городского спорта, нужно улучшать работу с юными футболистами. В ближайшее время в Омске будет создана Академия футбола. Решение принято мэром, одобрено городским советом и поддержано на федеральном уровне. Академия отличается тем, что здесь проходит яркая индивидуализация тренировочных процессов. Поэтому Академия на сегодняшний день имеет огромное значение и актуальность именно в нашем регионе, так как мы имеем крытый футбольный манеж. Мы имеем достаточно устойчивую систему детской спортивной школы и подготовки детей к футболу. Когда к нам приезжал министр спорта Виталий Леонидович Мутко, он сразу сказал, а почему в Омске вы еще не открыли до сих пор Академию футбола? Пока в первенстве страны Иртышу приходится биться за очки. 2 августа наша команда проиграла в Томске, 10-го Иртыш дома принимает Барнаульская «Динамо». Владимир Стомин, Александр Филиппов, Антенна-7.